Говорит Хаража Алейна Расулю Аллаху, саллаллаху алейкум, афи ихда салата и айши, точнее Аддухрили Альву асар, выхва хамилюн хасана на хусейна. То есть как-то раз посланник Аллаха, саллаллаху алейкум, в одной из молитв дневной, то есть как либо же дневная, или же послеполуденная молитва, то есть вышел к нам, держа на руках хасана или же хусейна, то есть одного из своих внуков. Здесь опровержение тем народам, которые говорят, что это не из мужества держать детей на руках, на людях и так далее. Смотрите, кто это такой. Это посланник Аллаху, он пророк, затем он является имамом мечети, затем он является правителем государства, является просто взрослым дедушкой, и он выходит на людей со своим внуком, держа его на руках. Разве это указывает на его немужество или же позор? У нас непривычно. Хорошо, они скажут, что в нашем народе так принято, у них не было так принято. Мы скажем, что это неправда, и это является ложью, поэтому опровержением этого является другой хадис, где один из бедуинов увидел, что посланник Аллаху на людях, собрав знать людей, принял гостей, которых он не знает, первый раз видит, и он поцеловал своего внука. И один из них удивился, он сказал, вы целуете своих детей, у меня 10 мальчиков, я никого из них никогда не целовал. Но посланник Аллея Сарат Уссам сказал, что мне с тобой сделать, если Аллах лишил твое сердце милости. Хорошо, то есть это не было принято так же, среди сподвижников, среди арабов не было это принято. Но посланник Аллея Сарат Уссам ввел эту сунну, эта сунна является хорошо, то есть отношение таким образом к детям, и в этом нет ничего зазорного, позорного. Посланник Аллея Сарат Уссам, может быть даже здесь придет об этом, как-то раз, то есть молился имам мечети. То есть представьте себе, не просто имам мечети вашего города, а имам центральной мечети. Более того, не просто имам, это самый великий, знающий, ученый вашей местности. Более того, это правитель вашего, король, хорошо, правитель, халиф, посланник Аллаху, и он выходит со своей внучкой, умамой, и вместе с ней совершает обязательную молитву. Сегодня, если бы имам вышел бы, таким образом сказали, маджнун бы сказали, так или не так? Это ненормально, я не буду за ним молиться, так или не так? Скажет, аудзу беля, видел, что имам? Это сделал посланник Аллаху, посланник Аллаху, даёт хутбу, хорошо, то есть хутбу совершает. Представьте себе, сегодня имам в Хараме, ты молишься в Хараме, хорошо, приехал на умру. И судейс поднялся, даёт хутбу, и раз увидел своего внука, спустился, поцеловал его, и обратно поднялся, и ещё говорит, извините, я увидел ребёнка, не удержался, захотел его поцеловать. Что скажут, скажут, всё уже, надо нового имама, так или так? Аллаху мстану, это делал посланник Аллаху, саллаллаху, али и ассалям. Хорошо, это делал посланник Аллаху, саллаллаху, али и ассалям. Поэтому, братья, это те сунны, вот эти, которые даже такие тонкие сунны, которые мы видим из пути послания к Алии Сарасам. Братья, они все взаимосвязаны. Это всё, то есть смягчает твоё сердце, делает, то есть твоё сердце, то есть облегчает твоему сердцу принятие сунны, какие-то вещи, которые выше этого. Поэтому это всё, всё нужно оживлять среди нас. Валлахи, братья, это не является зазорным, не является позорным, не является это немужеством, не являются эти деяния там каких-то бедуинов, арабов и так далее. Это сунна послания к Аллаху, саллаллаху, али и ассалям, это то, каким образом мы приближаемся к нашему Господу, хорошо. Но вместе с этим, естественно, в практиковании любой сунны нужно обязательно возвращаться к вопросам пользы и вреда. То есть это не то, с чего ты начинаешь свой призыв, хорошо, то есть пришёл в народ, где это вообще не принято, и до того, как единобожию молитвы научить и так далее, взял своего ребёнка, перед всеми их целуешь и так далее, скажешь, всё, этот человек ненормальный, то, что он дальше скажет, не принимайте от него. Указание на это слушается слова Аиши Радаилла Вана, что если бы первое, с чем пришёл посланник али и ассалатцам, это было бы запрет алкоголя, то никто бы не уверовал, никто бы не последовался ним. Люди настолько опьянились этим алкоголем, любят его, что если ты начнёшь, придёшь и скажешь, что всё, сухой закон, скажут никакого сухого закона, никакого ислама. Но посланник али и ассалатцам начал с самого важного. И это, то есть мы о чём говорим, что если, то есть, дошло до этого, то есть и ты уже остальное, то есть многие сунны и так далее, разъяснил или у тебя есть возможность, ты призываешь к этому тоже. Но это не является основой, чтобы сейчас кто-то, например, кто-то из кавказских народов это услышал и пошёл в своём селении, ребёнка поднял и перед всеми ходят, целуют и так далее. Человека, субханалом, просто камнями закидают. Но в любом случае, это то, к чему должны стремиться и то, что должны оживлять среди наших народов. Потому что многие, даже братья саляфиты с такими бородами, которые принимают всё безоговорочно шариата, особенно на Кавказе, если доходят до этого вопроса, говорят, брат, много других вопросов, давай я дам вам о другом, пока. Аллаху устал. И поэтому это очень важно, особенно когда этот вопрос тебе даётся тяжелее, с него мы начнём, в него будем тыкать, чтобы что? Чтобы склонить тебя перед сунной посланника. Алиссалат уста.